Несколько дней назад парламентская комиссия по экономике выступила с обзором ситуации с компанией Нордика и авиации в мире в целом. На заседании пришли к мнению, что если Таллиннский аэропорт успешно поработал над созданием новых маршрутов, то компания Нордика отдалилась от своей первоначальной цели. Эту мысль озвучил председатель комиссии Свен Сестер, которого мы приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну и давайте теперь поговорим об этой первоначальной цели. Какова была эта первоначальная цель? В свое время, когда создали, это же не Нордика, это же Эстония. Когда создали и собственно было государство, то цель была именно то, что Эстония имела бы прямые линии с другими государствами, с другими городами, где у нас есть какой-то стратегический интерес. И это работало. И всегда вопрос, сколько вообще должен смешивать государство в какой-то бизнес, то есть где есть проблемы, то есть где частный бизнес почему-то не работает прибыльно и так далее. И сегодняшний день наша проблема в том, что с одной стороны хорошо то, что есть разные авиакомпании на эстонском рынке. И проблема сразу стала в том, что конкуренция делала то, что в принципе Нордика сегодняшний день работает уже убыточно своими линиями, прямыми линиями. И он пришел к решению, что закроет эти прямые линии и оставит себе только этот боковый бизнес работать как субподрядчик, арендуя свои команды, свои самолеты другим компаниям. Так что это уже другой бизнес. Получается, что в этом есть какая-то экономическая целесообразность или чего тогда хотят наши политики? Они хотят, чтобы Нордика себе в убыток и продолжая множить вот те убытки, которые у нее есть, открывала или не закрывала те линии, которые сейчас есть или тем более открывала новые? Я думаю, что это хороший вопрос. И мое мнение в том, что наверняка нет смысла работать именно в убыточном бизнесе, если ты не сможешь работать и конкурировать с частными предпринимателями. И тебе наверняка и не надо, потому что в данном моменте сегодняшний момент нет у тебя ситуации, где ты не смог бы летать в Франкфурт, Стокгольм, Финлянд и так далее. То есть у тебя помогут около 13 разных авиакомпаний работать в этом рынке. И тогда возникает сразу вопрос, зачем эстонскому налогоплательщику имеет смысл работать на рынке, даже если он будет прибыльным? Зачем работать в этом рынке, где частные операторы смогут работать? Я принесу хороший пример. Государство может и делать хлебный завод, но наверняка он будет прибыльным. Наверняка. Зачем это делать, если там есть частные предприниматели? Чем меньше государство смешивает частные предпринимательства, тем лучше. Он должен смешивать только в ситуации, когда у него есть какой-то стратегический интерес. И поэтому мы придем к первому пункту. Когда был стратегический интерес иметь прямые линии, у нас, скажем, не было столько прямых линий через частные предприниматели, то тогда имело бы смысл иметь собственность в этом бизнесе. То есть, подождите, вы хотите сказать, что сейчас нам Нордика вообще не нужна? Национальная авиакомпания до эстонии все менее актуальна? Я думаю, ну, национальной поддержке уже нет смысла оказать. Национальную компанию уже, в принципе, с 26 октября, через 10 дней, в принципе, в этом смысле, имея ту цель, которая в свое время была, уже не существует. Потому что сейчас у нас есть еще кое-какие линии. 26 октября через 10 дней закроются и те. И, в принципе, Нордика остается только как субпродяжник, арендая свои самолеты другим компаниям. Значит ли это, что автоматически она остается и без поддержки государства? Ну, в этом смысле поддержки государства и не было. У нас нет в этом смысле субсидий. Он работает реально на рынке, имея возможность конкурировать с другими компаниями. И в этом смысле здесь разница, что он не имеет каких-то дополнительных субсидий для того, чтобы обслуживать какую-то стратегическую линию. И, в принципе, можно сказать, что да, через 10 дней уже у нас Нордика остается компания, но мы уже не делаем прямых рейсов. Мы, в принципе, просто как субпродяжники. Так а можно ли ее называть вообще? Насколько это правильно говорить, что Нордика – это наша национальная авиакомпания? Ну, здесь есть, скажем, вопрос на столе, что если мы смотрим сегодняшний день веб-сайта же Нордика, то там до сих пор первая – это их миссия. Миссия того, что держать прямые линии с другими государствами, с другими городами. Если этого не будет, то здесь разные мнения насчет политику. Кто-то говорит того, что оно имело бы смысл все-таки держать. У нас было бы хорошо, если свой банк, своя авокомпания, свой, я не знаю, магазин, скажем, собственно, с государства. Ну, те политики, которые держат, так называемую, правую сторону, которые верят рынок, они говорят, что если у нас стратегического интереса уже нету, разные причины, почему уже так случилось, то, наверное, нет смысла уже просто держать его как субпродяжника. Но в сегодняшний день можно сказать, что Нордика не ликвидируют. Он делает свою работу, как субпродяжник, он будет делать его прибыльным. Сейчас пока это видно. И хорошая новость в том, что, в принципе, как я сказал, 13 разных компаний работают в эстонском рынке, имея в зимнее время 31 разных источников, в летнее время 38 разных источников, где можно летать. Так что обслуживают полностью всех, у кого есть интерес, возможно, и хочется летать куда-то. Так что да, Нордика имеет уже меньшинство в сегодняшний день на рынке. Но вы сказали, что Нордики имеет смысл напрячь свои крылья. То есть это была просто красивая метафора, или имелось в виду какие-то конкретные изменения, которые бы компания могла сделать? Ну, как я сказал, моя логика, как и представитель экономической комиссии, была в том, что если мы не будем реализовать ту первоначальную миссию, для чего создали эту компанию, то нет смысла работать как суппотрядчик. Если у нас есть какие-то стратегические города, где мы почему-то не летаем, если есть такие города, то имеет смысл думать, как менять стратегию Нордика, для того, чтобы получить те цели. А вы видите какие-то конкретные города? Ну, сегодняшний день наш бизнес, ну, имею в виду бизнес авиакомпании Нордика, менялась уже за последние, скажем, годы, в том смысле, что он больше делал разные прямые рейсы, ближайшие города, которые вокруг нас, Ванта, Винлянди, Рига и Стокгольм и так далее. И оттуда можно было летать уже куда-то уже, где ты реально хотел летать. Это, в принципе, уже проблема. Потому что, скажем, инвесторы, если они хотят прийти в Эстонию, они обычно хотят иметь прямые рейсы. Туристы, которые хотят прийти, они хотят прямые рейсы. Наши люди, которые хотят куда-то летать, им выгоднее, или они не потеряют время, когда у них есть прямые рейсы. Так что уже так через какой-то, так называют, тюб или какой-то канал уже летать, это уже маленькая проблема. Но он, конечно, лучше, чем если у тебя никаких рейсов нет. У нас в гостях был председатель парламентской комиссии по экономике Свен Сестер. Спасибо. 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 Спасибо.